Программа «Законодатели» В нашем вечернем эфире мы рассказываем вам о работе депутатского корпуса «Собрание депутатов Ненецкого автономного округа» в этом выпуске. В Наринмаре состоялась стратегическая сессия Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики и проектного офиса «Пора». На ней обсудили выработку региональных предложений для включения в стратегию развития арктической зоны. Депутаты обсудили стратегию развития округа до 2030 года. Проект включает ключевые тематические блоки по основным направлениям экономического развития региона. Округу нужна программа по развитию животноводства. К такому решению пришли участники межведомственной рабочей группы по развитию молочного животноводства в Ненецком округе. Цена выкупа земельных участков может снизиться. С этой инициативы выступили депутаты окружного собрания на заседание постоянной комиссии по делам Ненецкого и других малочисленных народов севера, экологии и природопользованию. Развитие транспортно-логистической отрасли, обеспечение достойного уровня жизни населения в регионе. Об этом и многом другом шла речь на выездном заседании дискуссионного клуба проектного офиса развития Арктики. Мероприятие было посвящено стратегии развития арктической зоны и обеспечению национальной безопасности до 2035 года. В ходе дискуссии представители власти, общественности и бизнеса выдвинули целый ряд предложений для внесения в стратегию. Участие в мероприятии приняли депутаты окружного собрания, представители федеральных и региональных органов власти, прокуратуры, органов МСУ, предприниматели и общественники. Участников сессии поприветствовал спикер регионального парламента Александр Лутовинов. Он поблагодарил организаторов за возможность высказать свои предложения. Главный результат, который мы сегодня ждем от реализации стратегии, это уровень развития арктической зоны Российской Федерации должен соответствовать первому органу. Но то есть стратегия. И второе, реализация стратегии в таком виде, я думаю, приведет к значительному улучшению качества жизни людей на северах. Депутат Татьяна Федорова предложила учесть в стратегии вопрос о поддержке развития полярных станций на трассе Северного морского пути. Кроме того, по словам парламентария, о развитии арктической зоны невозможно говорить при отсутствии развитой транспортной структуры и без развития малой авиации. Еще один момент, на который необходимо обратить внимание – состояние взлетно-посадочных полос в сельских населенных пунктах. Должна быть господдержка для приведения их в нормативное состояние, отметила Татьяна Васильевна. Вопрос о реализации нового законодательства в сфере обращения с коммунальными отходами поднял депутат Александр Чурсанов. Вывозить мусор ежегодно с населенных сельских населенных пунктов – это будет очень дорого. Это будет очень высокий гарифм. Соответственно, мы его должны будем субсидировать. Я знаю, что сегодня на многих площадках, как региональных, так и на уровне государства, обсуждается вопрос о возможности использования мобильных установок по обезврежению этого мусора. Поэтому, считаю необходимым включить программные мероприятия по реализации стратегии развития архиептической зоны Российской Федерации, в течение национальной безопасности, в первую очередь, субсидии с федерального бюджета на строительство современных площадок, временно разрушения депутат коммунальных отходов, трудоступных мусорных пунктов. Ну и второе – это, конечно же, приобретение мобильных комплексов, реализации депутат коммунальных отходов. Вице-спикер регионального парламента Матвей Чупров отметил, что в стратегии необходимо выделить отдельный раздел по развитию коренных малочисленных народов Севера, защите и сохранению их исконной среды обитания. Надеемся, что мероприятие по этому направлению состоит отдельный раздел стратегии, включат в себя все предложения, которые поступают сегодня от представителей коренных имущественных народов всех архиептических регионов. Хотел бы привлечь ваше внимание еще к одной важнейшей задачи, которую считаю необходимо решить для успешного развития архиептической зоны – это создание единого пространства в Российской Арктике и, в первую очередь, пространства информационного. Пространство, которое позволит объединить российских жителей Арктики. Для этого необходимо поддержать ассоциации архиептических СМИ, обеспечить проведение архиептических медиафорумов, организовать пристрои, развивать общий архиептический информационный ресурс. Подводя итоги встречи, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков прокомментировал отдельные предложения, прозвучавшие в ходе обсуждения. В частности, замминистра согласился, что субъектам малого и среднего бизнеса на Севере нужна поддержка. Что касается развития инфраструктуры, то, по мнению Александра Крутикова, для привлечения большего объема федеральных средств необходимо развитие экономической деятельности в округе, в том числе за счет реализации крупных инвестпроектов. На заседании постоянной комиссии по социальной политике под председательством Анны Булатовой депутаты рассмотрели изменения в ряд социально значимых окружных законов. С законодательной инициативой выступил глава региона. Первая поправка касается расширения категории граждан, которые получают компенсацию расходов на оплату взноса на капитальный ремонт. В настоящее время льготу на оплату взносов имеют одинокопроживающие пенсионеры либо проживающие совместно с неработающими гражданами пенсионного возраста. При этом собственникам жилья старше 70 лет компенсируют 50%, старше 80 лет – 100%. Предлагается дополнить категорию льготников, имеющих право на компенсацию, собственниками жилья, которые проживают с неработающими инвалидами первой и второй групп. В настоящее время у нас на реализацию закона в действующей редакции предусмотрено 817 тысяч рублей, из них федеральные средства 220 тысяч рублей и окружные 596. Реализация данной нормы потребует дополнительных осъявнований в размере 84 тысячи рублей, 84,2. Если исходить из финансово-экономического обоснования, которое представлено, у нас в настоящее время 130 человек в возрасте 70 лет и плюсом будет плюс 4 человека, то есть 134 человека. Исходя из этого расчета потребуется 84 тысячи рублей. Другая поправка касается установления порядка выдачи единой справки о доходах. Как пояснили представители профильного ведомства, в регионе действует много мер социальной поддержки, для которых требуется расчет среднедушевого дохода семьи. Для удобства жителей предлагается внедрить единую справку о доходах. Еще один вопрос, который был вынесен на повестку заседания комиссии по социальной политике, касается регионального материнского капитала. У нас сертификат на материнский капитал предоставляется на третьего или последующих детей. Предлагаем им законопроекты, мы предлагаем установить дополнительные меры поддержки как на рождение третьего ребенка, так и на последующих детей. То есть каждый раз, когда родители рожают ребенка, то есть они будут право иметь на сертификат дополнительно, на четвертого, на пятого и так далее. В свою очередь Наталья Кордакова убеждена, для повышения демографической ситуации в регионе действия окружного сертификата на материнский капитал нужно распространить и на те семьи, где родился первый или второй ребенок. Депутаты окружного собрания обсудили стратегию развития округа до 2030 года. По словам вице-губернатора Татьяны Лагвиненко, новая стратегия учитывает приоритеты общегосударственного и отраслевого развития. Основные положения долгосрочного планирования сформулированы как на уровне Российской Федерации, так и в Северо-Западном федеральном округе. По словам представителя компании-разработчика, новая стратегия социально-экономического развития региона состоит из пяти основных блоков, которые включают в себя вопросы экономического развития, социальной структуры, развития коммунальной, транспортной и энергетической инфраструктуры, экологии и государственного управления. Как отметил Илья Акишин, основным рычагом наращивания доходной части окружного бюджета останется нефтегазовый потенциал региона. Округ расположен в приоритетном регионе мирового развития и имеет близкий доступ, собственно, к Северному морскому пути. 10% реговой линии, скажем так, большого Северного морского пути находится на территории Министерского автономного округа. Нарастить грузооборот в соответствии с указом консистента в 104-м будет необходимо до 80 миллионов тонн в 2024 году. Это значит, что будет формироваться вся соответствующая тракторно-логистическая инфраструктура по маршруту. По словам Ильи Акишина, динамичное развитие Северного морского пути не должно пройти мимо округа. Это еще одно конкурентное преимущество региона. Третье преимущество – как ни странно, арктическое положение и внимание государства к этому стратегическому региону. Это позволяет рассчитывать на дополнительные ресурсы, особые режимы налоговые, инвестиционные, преференциальные и ускоренную реализацию инвестиционных проектов. Заявленные по примеру Дальнего Востока льготы будут способствовать развитию региона. В ходе работы комиссии и парламентарии высказали ряд предложений и замечаний. Так, вице-спикер Матвей Чупров рекомендовал выделить в документе вопросы социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера. Александр Чурсанов обратил внимание на недостаточное внимание в стратегии муниципальным образованием округа в части решения ключевых проблем сельских жителей. Председатель комиссии Наталья Кордакова предложила больше внимания обратить на развитие туризма в регионе. После обсуждения стратегии депутаты приняли решение не принимать ее в существующем виде и вернуться к работе над документом в ближайшее время. О текущем состоянии молочного животноводства в Ненецком округе шла речь в администрацию округа. Здесь прошло заседание межведомственной рабочей группы с участием депутатов регионального парламента, представителей департамента природных ресурсов и агропромышленного комплекса, глав Великовисочного, Пешского и Омского сельсоветов, руководителей животноводческих комплексов, осуществляющих свою деятельность на территории данных муниципальных образований. В текущем году для производителей продукции молочного животноводства в регионе приняты максимальные меры поддержки. Их перечень на заседании межведомственной рабочей группы представила начальник управления АПК торговли и продовольствия Татьяна Мясникова. В настоящее время государственная поддержка осуществляется по следующим направлениям. На один килограмм реализованного или отгруженного молока на собственную переработку. Данная ставка на полне у нас определяется дифференцированной в зависимости от достижения показателей на начало года. С мая по август ставка субсидий была увеличена до 85 рублей за килограмм молока для всех производителей. В настоящее время принято решение о сохранении данной ставки до конца текущего года. Еще один вид государственной поддержки – частичное возмещение затрат на производство мяса крупного рогатого скота, направленного на последующую промышленную переработку продукции. Ставка субсидий составляет 150 рублей на один килограмм мяса. Кроме того, сельхозтоваропроизводителям по льготному тарифу предоставляется электроэнергия. Также предоставляются субсидии органам местного самоуправления на ремонт имущества, находящегося в собственности поселения. Это ремонт ферм. Кроме этого, возмещаются затраты на создание, реконструкцию и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, возникающих в связи с производством сельскохозяйственной продукции и животноводства. С октября 2019 года предусмотрено новое направление господдержки на возмещение затрат в связи с доставкой сельскохозяйственной продукции из села в город для реализации населения. Это товары с повышенной добавленной стоимостью масла-сыр. Как отметила Татьяна Мясникова, благодаря государственной поддержке, размер которой только за три квартала текущего года составил 226 миллионов рублей, хозяйства смогли своевременно и в полном объеме заготовить корма для животных, осуществить ремонт старой сельскохозяйственной техники или приобрести новую, отремонтировать молочно-товарные фермы. В муниципальных казенных предприятиях уменьшилась кредиторская задолженность. Впрочем, существуют проблемы, которые животноводческие комплексы не в силах решить самостоятельно в силу различных обстоятельств. В этом году произведены работы по заготовке сена. Сено заготовлено в необходимых количествах. Также был закуплен трактор МТЗ-85 «Беларусь», доставлен уже в ОМУ и передан МКП. И все-таки денег не хватает. В настоящее время не закуплен уголь в количестве 50 тонн. Цена 1 тонны – 14 488,15 рублей за тонну. Не закуплено дизельное топливо. Цена дизельного топлива – 98 333,33 за тонну. Комбикормов закуплено только 40% от требуемого. И, конечно же, главная проблема – это аварийное состояние нашей фермы. Текущее положение дел на своих животноводческих комплексах также представили главы Великовисочного и Пёшского сельсоветов. Они выделили такие проблемы, как нехватка денежных средств на закупку угля, дизельного топлива, комбикормов, наличие кредиторской задолженности, невозможность реализации всей молочной продукции на селе, отсутствие рынка сбыта, отсутствие квалифицированных кадров, подчиненность предприятиям-муниципалитетам. В ходе обсуждения окружные депутаты высказали свои предложения. Так Михаил Райан выступил за увеличение субсидии на молоко. Возможно, всё-таки увеличить субсидию на 1 кг молока, как это было раньше, до 100 рублей, хотя бы на 20-й год. Также по комикормам. На сегодня многие предприятия комикормами закупили вообще, средства, нет средств. Может быть, вернуть компенсацию затраты при обретении доставки этих комикормов. Коллегу поддержала Ольга Карпова. По её мнению, необходимо более детально рассмотреть вопрос господдержки этой отрасли и, возможно, расширить предоставляемые меры. О необходимости модернизации оборудования для переработки молока говорил Александр Чурсанов. Для того, чтобы продукцию покупали, и была какая-то экономика в селе, хотя этой экономики, в принципе, там быть не может, потому что объёмы там минимальные. Мы понимаем, необходима модернизация и переработка. Покупали это молоко в школе, в детском саду, в других учреждениях. То есть это больше рынок, чем покупает население. Вице-спикер Матвей Чупров выразил своё мнение. Объём производства молочных продуктов должен соответствовать потребностям конкретного села. В свою очередь, вице-спикер Максим Арбузов предложил предприятиям работать совместно с Центром развития бизнеса для поиска рынка сбыта, чтобы реализовывать излишки продукции, а также оценить реальный объём потребления молока и молочных продуктов для корректировки производственных планов предприятий и проектов реконструкции ферм. По итогам обсуждения принято решение встретиться вновь на площадке собрания депутатов НАО для обсуждения предложений, которые будут выработаны профильным департаментом совместно с муниципалитетами. Напомним, межведомственная рабочая группа по развитию молочного животноводства в Неницком округе была создана в конце 2018 года с целью обеспечения стабильного развития молочного животноводства в регионе. Председатель постоянной комиссии по экономической политике и бюджету регионального парламента Наталья Кордакова приняла участие в работе выездного заседания комитета ПАССР. Оно прошло на базе ЗАГС Собрания Ленинградской области. Парламентарии обсудили федеральные законопроекты, проекты обращений на федеральный уровень, а также планы работы на ближайшее время. Важным вопросом повестки дня стало обсуждение необходимости разработки государственной программы по обеспечению инфраструктуры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям. Эта проблема касается всех регионов, где приняты законы о безвозмездном предоставлении земли многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. Как отметила председатель постоянной комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова, в нашем регионе эта мера поддержки многодетных семей действует с 2011 года. За это время было предоставлено более 250 земельных участков. В очереди на получение земли стоят свыше 400 многодетных семей. Если учесть, что у нас, если в нашем регионе 400 – это не так много, то в других регионах более значительной очереди, и, конечно же, собственных средств не хватает. Поэтому это должна быть вообще федеральная, в целом федеральная программа. Для решения проблемы члены парламентского комитета предложили направить обращение к председателю правительства Дмитрию Медведеву о разработке государственной программы Российской Федерации по обеспечению инфраструктуры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям. Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу депутата Госдумы Алексея Диденко об усилении ответственности за несвоевременную подготовку к зиме. Такое мнение высказали участники постоянного комитета ПАССР по экономической политике и бюджетным вопросам. Отмечу, что в настоящее время ответственность за нарушения установлена в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1 тысяч рублей, на юридических лиц от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Законопроектом предлагается закрепить два новых квалифицированных состава административного правонарушения. Во-первых, за нарушение установленной продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, в том числе нарушение сроков начала отопительного сезона, административный штраф для должностных лиц в размере от 100 до 200 тысяч рублей, или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет, для юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей. За действия, совершенные повторно в течение года, либо повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, или непосредственную угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, для должностных лиц административный штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, или дисквалификацию на срок от 2 лет до 3 лет, для юридических лиц от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Законопроект находится на стадии рассмотрения Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и законодательству. Свои предложения по данному вопросу также представило Собрание депутатов Нинецкого округа. В частности, парламентарии предложили рассмотреть возможность установления ответственности организаций, в собственности которых находятся объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, тепловые, газовые и иные коммунальные сети или земельные участки, по которым проходят коммунальные сети. Необходимо законодательно это закрепить и усилить ответственность тех, кто предоставляет эти услуги. Если это раньше было только на муниципальный уровень ответственности, то депутаты окружного собрания предлагают также, чтобы это была ответственность и частных предпринимателей, которые сегодня также предоставляют эти услуги. Указанные собственники не всегда добросовестно относятся к своим обязанностям и своими действиями или бездействиям препятствуют подготовке ресурсоснабжающих организаций к отопительному сезону, отметили в региональном парламенте. Цена выкупа земельных участков может снизиться. С этой инициативой выступили депутаты окружного собрания на заседание постоянной комиссии по делам Ненецкого и других малочисленных народов севера, экологии и природопользованию. В настоящее время стоимость продажи земельных участков составляет 100% кадастровой стоимости. При этом постановлением администрации округа для отдельных категорий покупателей установлены иные проценты. Так, в случае продажи участка для ведения личного подсобного дачного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства гражданину, имеющему собственность на приобретаемом земельном участке, цена составляет 60% кадастровой стоимости земельного участка. Как отметил вице-спикер регионального парламента Матвей Чупров, в других субъектах эта цена гораздо ниже. Наверное, Ненецкий округ – это единственная, в которой таким образом выкупная цена установлена в таком размере 60%. Как правило, он составляет 10-15%. Ну, вот в Республике Коми, например, от 10 до 20%. В Ленинградской области 5% от кадастровой стоимости, 5% от кадастровой стоимости в Краснодарском крае. Ну, то есть, и эта норма люди пользуются. Парламентарий также напомнил, что с ноября 2014 года до марта 2015 цена составляла 15% от кадастровой стоимости. За это время от граждан поступило 22 обращения о выкупе земли на общую сумму порядка 2,5 миллионов рублей. Человек побеждает в аукционе, берет участок даже за 150 тысяч рублей в аренду как бы на один год. Но у него есть возможность за это время построить, например, дом, ввести его в эксплуатацию и в соответствии с законом обратиться за выкупом дальнего земельного участка. То есть, ну, и, соответственно, он потом его выкупает там за 15% от кадастровой стоимости, за 5% от кадастровой стоимости. Ну, по разным регионам, совершенно по-разному. Но он как бы выкупает, и это, в принципе, доступные для гражданина деньги. И государство решает свою задачу, во-первых, как бы земля начинает использоваться. По словам Матвея Чупрова, в регионе потребность у граждан в земельных участках есть. Но из-за высоких процентов граждане не могут выкупить арендуемый участок. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, депутаты предложили вернуться к практике 2015 года и снизить цену продажи земельных участков для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, садоводства, строительства гаража или индивидуального жилищного строительства. 60% до приемлемого уровня. Количество кандидатов для награждения знаком отличия «Материнская слава» может увеличиться. Законопроект о внесении изменений в окружной закон о дополнительных мерах государственной поддержке семей, имеющих детей, разработан депутатами окружного собрания. В настоящее время знаком отличия «Материнская слава» первой степени могут быть награждены женщины, родившие или принявшие под опеку попечительство 10 и более детей. Второй степени – 7, 8 или 9 детей. А третьей степени – 5 или 6 детей. При этом законом установлены определенные ограничения, которые инициаторы законопроекта, депутаты Ольга Карпова и Михаил Райан, предложили снять. Предлагается уточнить условия награждения в Ненецком автономном округе знаком отличия «Материнская слава». В части исключения условия о достижении последним ребенком женщины, имеющей 5, 6 и последующих детей возраста одного года и недостижения указанным ребенком совершеннолетия. На заседании комиссии по социальной политике депутаты единогласно поддержали данное предложение. Также законопроект был поддержан губернатором округа. Стоит отметить, что в округе для многодетных семей, воспитавших пятерых и более детей, существует еще одна региональная награда – медаль «Родительская слава Ненецкого округа». Она вручается родителям за заслуги воспитания детей, укрепление семейных традиций, создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей, обеспечения надлежащего уровня заботы о здоровье и об образовании детей, полного и гармоничного развития их личности. Один из родителей и усыновителей, награжденных медалью, имеет право на единовременное денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. Добавлю, что законопроект о внесении изменений в окружной закон на дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, будет вынесена рассмотрение сессии окружного собрания депутатов. Она состоится уже в этот четверг, 24 октября, в 10 часов утра. Прямую трансляцию сессии можно посмотреть на официальном сайте окружного парламента и на телеканале «Север». На следующей неделе, 30 октября в 16 часов, в актовом зале администрации Неницкого округа пройдут публичные слушания по проекту окружного бюджета на 2020 год и на плановый период. Проект бюджета будет опубликован в газете «Нярина Виндер». Также документ будет размещен на официальных сайтах администрации Неницкого округа и регионального парламента. Замечания и предложения по проекту окружного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов можно направлять в Комитет собрания депутатов НАУ до 28 октября текущего года включительно в письменной форме по адресу город Наридмар, улица Смедовича, дом 20, кабинет 60, а также в форме электронного документа по адресу парламент-собака-сднау.ру или через официальный сайт собрания депутатов-сднау.ру. Все замечания и предложения по вопросу публичных слушаний должны быть подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, отчества, сведений об адресе, а замечания и предложения юридических лиц должны содержать полные наименования юридического лица и его местонахождение. Это была программа «Законодатели». До встречи в эфире на телеканале «Север» на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова